Аляхбар, Ливан, Бутефлик уходит и остается президентом Мухаммед Аль-Эйд Аляхбар, Ливан 13 марта 2019 года Президент Алжира объявил об отмене президентских выборов и продлении срока своего пребывания у власти Также он обнародовал дорожную карту для правительства переходного периода, которая позволит ему передать полномочия Ожидается, что Лахдар Брахим организует национальную конференцию для проведения конституционных реформ Решение президента Абдель Азиза Бутефлик и не баллотироваться на еще один президентский срок удивило ажирский народ В том числе сторонников выдвижения его кандидатуры на пятый срок Многие ажирцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать так называемую победу А профсоюзы объявили о прекращении всеобщей забастовки В то же время большие уступки президента страны были восприняты его оппонентами как новый маневр Чтобы остаться у власти еще на 8 месяцев без проведения президентских выборов Которые они считали нарушением конституции В соцсетях призыв решетка нет подчеркивания пятому подчеркивания сроку изменился на решетка нет подчеркивания продлению подчеркивания четвертого подчеркивания срока Вчера глава Генштаба Ахмед Каиц Олег заявил, что армия разделяет с народом одинаковые ценности и взгляды Следует отметить, что по всей стране проходят широкомасштабные акции протеста против избрания Бутефлеки на пятый срок Алжирцы требуют его ухода, особенно в свете переноса выборов на неизвестный срок Принятые Бутефлеком решения позволят ему остаться у власти на дополнительный период, но он не будет баллотироваться на пятый срок Вчера президент Алжира в своем письме признал, что состояние здоровья больше не позволяет ему продолжать выполнять свои обязанности перед алжирским народом Он удивил всех заявлением о том, что этот вопрос никогда не стоял перед ним в принципе из-за состояния здоровья и его возраста Но он намерен выполнить свой последний долг перед алжирским народом Бутефлек объявил о переносе президентских выборов, назначенных на 18 апреля Он сослался на удовлетворение требований народа после того, как миллионы алжирцев отказались идти на выборы из-за выдвижения его кандидатуры Его заявление было дополнено объявлением об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Ахмедом Уэхи Назначением Нуриддина Бедувина пост премьер-министра Ирам Таналам Амры на пост заместителя премьер-министра Президент Алжира посчитал правительственные перестановки адекватным ответом на требования народа Наиважнейшая вещь в письме Бутефлеке – это подробное описание того, как он будет управлять переходной стадией до избрания нового приемника Он объявил о намерении созвать национальную конференцию, обладающую всеми необходимыми полномочиями для изучения, подготовки и принятия реформ Которые станут основой для нового алжирского режима Ее возглавит независимая и приемлемая для всех фигура, которая будет заинтересована в реализации всех задач конференции до конца 2019 года Будет разработан проект новой конституции страны, который потом будет вынесен на референдум Также на конференции будет назначена дата президентских выборов, на которых Бутефлек обещает не баллотироваться После завершения национальной конференции Бутефлека пообещал создать соответствующий орган для наблюдения за организацией президентских выборов Он отстранил действующую комиссию и объявил о создании новой независимой национальной избирательной комиссии для наблюдения за выборами, которую годами безуспешно требовала оппозиция Информированный источник Аляхбар сообщил, что президент Бутефлека предложил спецпредставителю ООН Лахдару Брахиме провести общенациональную конференцию, поскольку он обладает авторитетом во всех политических партиях, включая оппозицию Ожидается, что Бутефлека встретится с Брахиме в течение следующих нескольких часов Стоящая перед ним проблема заключается в том, что он сыграл роль лжесвидетеля о здоровье Бутефлеки А некоторые люди обвиняют Брахиме в том, что он появляется у президента всякий раз, когда просачиваются слухи об ухудшении его здоровья Активист Фудайль Бумала негативно отреагировал на решения Бутефлеки Он предупредил об очень опасном манипулировании людьми и навязывании решений, которые противоречат Конституции и просто безнравственны Бумала считает, что президент стремится обновить систему изнутри, вступая в союз с подозрительными партиями и личностями Он призвал любой ценой продолжать народное движение против манипуляции режима и бороться за свободу народа и освобождение Алжира С другой стороны, адвокат Мустаф и Бушаше увидел в произошедшем частичную победу Он призвал продолжить давление на правительство, чтобы добиться желаемых изменений Законодатели считают, что решение Бутефлеки противоречит конституционной норме Они выразили обеспокоенность, что президент задействует статью Конституции, которая позволяет ему объявить чрезвычайное положение Статья 107 Конституции Алжира предусматривает возможность объявления чрезвычайного положения, если стране угрожает опасность, которая повлияет на конституционные институты, независимость или территориальную целостность страны Она позволяет президенту принимать решения, которые он считает целесообразными, например, отсрочка выборов Введение чрезвычайного положения предоставляет президенту почти абсолютную власть Тем не менее, здоровье президента Бутефлеки ухудшается, вопрос о его преемнике остается открытым, а обеспокоенность отсутствием гарантии выполнения всех его обещаний сохраняется Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ